Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас я пока готовлю нам легкий романтический вечер. Сделаю что-то типа тизера, чтобы не делать вот эти нарезки самых крутых моментов в видео. Мне закрыли въезд в Дубай, выгнали из очередного моего дома. Опять после интервью Собчак. Я снова бомж, я снова один. Хуй пойми где, что будет дальше. В общем, все как вы любите. И в конце еще на ваши вопросы поотвечаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Приступим. Блин, а за сигареты сейчас банят, да? А поебащие. Давайте перед тем, как рассказывать грустные новости, я немножко расположу вас, подниму настроение, чтобы наш вечер сегодня прошел прекрасно и с улыбочкой. Я на Бали сейчас. Тут сказочно и приятно. Решил задержаться после своего концерта, который оказался, сюрприз, лучшим в моей жизни. Я не знаю, почему это здесь происходит. Бали это единственное место, где по сравнению с прошлым годом пришло больше людей. Хотя, ну вы знаете, я особо там не супер шумел в медике и так далее. Это единственное место, где пришло больше людей. Потому что про наши концертики здесь легенды слагают. И люди приходят все очень красивые, свободные. Я вам сейчас покажу, как прошел этот концерт. И хочу, чтобы вы знали, что я испытываю, когда вижу это видео. Когда мне было 8-9 лет, я был диким фанатом Гуфа. Начинал делать первые рэп-треки. И в них специально картавил, чтобы быть как кумир еще. И тогда я мечтал, что под мои песни будут качаться толпы. И меня будут любить и хотеть все девочки. И когда я смотрю, как прошел концерт на Бали, я понимаю, что у меня все получилось. Поэтому... Есть легкое ощущение, что мы ебнемся прямо сейчас? Легкое, да? Мне нужен самый большой круг. Бали, вы готовы к вам? Даже мне не набирай. Как мне на баре не пенелок. Это я их поменял. Носки рисковые, всегда соски, как владелец. Хоть из носки будто повар, а на плоске, как денег. Да, я стою очень много, но в своем стою, как денег. Все, что надо, это больше денег, 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 денег. Денег, 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 денег Вдруг спросят, дедуль, а шо там у тебя в полности было? Я расскажу ему про этот концерт. Ты, сука, ты знаешь, что они сделаны? Кстати, 13 февраля буду на Пхукете. Это мой первый концерт в Таиланде. Такое нельзя пропускать. Билеты покупаем. А вы Бали. Через годик я вернусь. И предлагаю замахнуться на нечто побольше. Нечто легендарное. Open Air в поле. Я призываю всех прилетать сюда через год. Потому что этот день запомнят все. Ждите дату. До скорых встреч, мои любимые. Так, ну что, а теперь главным новостям вечера. Дорогие друзья, мне закрыли въезд в Дубай. С чего бы начать? Давайте с того, как я об этом узнал. Вы наверняка видели, что в последнее время в Дубае у меня начались проблемы. Отменяли концерты. И я вам даже больше скажу, мне было сложно в страну попасть. У меня нет резидентства. Я заезжал туда как турист. И когда у меня кончились дни, мне нужно было продлевать визу. И мне отказали. Как туристу. Я такой, о, интересно. Что дальше? И недели две-три я скитался тогда. В Алмате был, в Таиланде был. Ждал, пока проблема как-то решится. И вот мне пишут, что у тебя появились свободные дни. Ну, типа, прошел некий срок, можно залетать в страну. Погнали. Я думаю, о, это мой час. Я сейчас вернусь домой, как царь. Я купил себе первый класс Эмирейтс. Но это даже не бизнес. Есть выше бизнеса. Первый класс Эмирейтс. Я летал им один раз в жизни. И решил, что второй это будет сейчас. Покупаю себе первый класс. Стоил он 3-4 тысячи долларов. Чтобы вы понимали, там просто диван, плазма огромная, душ. Ты хаваешь черную икру и дом переньем пьешь. Это вообще... Не, Эмирейтс это просто, ну, это чудо. Прихожу я в аэропорт. Было это в Таиланде. Как сейчас помню, подхожу на стойку регистрации. Первый класс. Кидаю паспорт туда, говорю, я домой. Водочки мне налейте. И они такие, эээ, сэр, ээ, wait, wait a minute, please. Wait a minute, please. И говорят, подождите, у нас тут меточка стоит в базе, что нужно связаться с Дубаем. Я такой, ладно. И через полчасика ко мне подходит сотрудник и говорит, извините, вам закрыт въезд в страну. И типа... Первый класс. Оксимирон. Я как бы, ну, ваху. Я не знаю, как вам передать свои эмоции. Начинаю звонить, узнавать всем, кому можно. Я, собственно, развернулся, вызвал такси эконом. Других в Таиланде нет. Доехал до дома и начал пробивать инфу. А в чем причины? Почему? Что? Кто? Официальная информация. И я узнал очень много интересного. Но я не могу сейчас об этом говорить, потому что эта информация неофициальная. А официальной информации на данный момент никакой нет. Просто мне закрыт въезд в страну. Связано ли это как-то с Собчак? Не то, чтобы напрямую. Может быть косвенно. Возможно, это стало последней каплей. У меня есть такая теория. Просто теория, да? Теория злых людей. Назовем ее так. Существуют такие люди, которым не нравится, как они живут. И их бесят, если другие живут лучше. Ну, или счастливо. Я не знаю, как сказать. И они делают своим смыслом жизни сделать другим людям х**о. Чтобы другим всем тоже было так же х**о, как и тебе. Вот такая у меня есть теория. И что эти злые люди, когда посмотрели мое интервью с Собчак, где я хвалюсь, что наконец-то за два с половиной года в Дубае встал на ноги, купил квартиру, открыл недвижимость. Наконец-то у меня все хорошо. Я вышел из запоя, вышел из депрессии. И наконец-то готов жить. И они такие... Ха, не, не, ни х**о. Это моя теория, основанная на мифах. Скажем так. На мифах. И я уже... Я честно, я не знаю, что делать. Прошло уже больше месяца, и никакого ответа нет. Я бы хотел сделать официальное обращение к властям Арабских Эмиратов. Уважаемые правители Объединенных Арабских Эмиратов, я очень полюбил вашу страну и действительно начал считать ее своим вторым домом. Был уверен, что Дубай станет моей базой, где я буду развиваться, строить свою жизнь. Я уже открыл несколько бизнесов в Арабских Эмиратах. В том числе, моя компания работает на государственных мероприятиях, приносит пользу стране. Я инвестирую в недвижимость, автомобиль, плачу налоги. Потому что я действительно влюблен в вашу страну. Свобода, справедливость и безопасность, которые я не видал нигде. И я отказываюсь верить в причины, которые мне называют приближенные к властям люди. Единственное, чего я хочу понять сейчас, это официальная причина моего запрета на въезд в страну. Вокруг этой новости ходило очень много клеветы, как, например, то, что я обхожу законы Арабских Эмиратов и хвастаюсь этим. Никогда в своей жизни я не нарушал законы Арабских Эмиратов, и тем более публично. Я всегда с большим уважением и трепетом относился к вашей культуре и вашим законам. Потому что, повторюсь, я считал Дубай своим вторым домом. И считаю до сих пор. Я видел, как запрещают въезд в Дубай другим русскоязычным артистам. Но там есть причина. Это политические высказывания и разжигание межнациональной ненависти. Никогда за время нахождения в Дубай я не делал со сцены никаких политических высказываний. И не делал их вообще. Поэтому для меня остается до сих пор большой загадкой, почему мне закрыт въезд. Я очень надеюсь на скорейший диалог и уверен, что мы решим с вами эту непонятную странную ситуацию. Большое спасибо. Я уже вообще ничего не понимаю. У меня карта уменьшается с каждым годом. Мне надо вешать карту в комнате и зачеркивать страны. А еще ужас в том, что Дубай – это международный порт, уникальный. И компания Emirates – это лучшая компания. Я просто обожаю летать Emirates. А мне нельзя даже транзитом летать теперь. Мне даже нельзя пересадки в Дубай делать. Я пробовал. Меня даже на пересадку не пустили в самолет, в аэропорту. Собственно, такие дела. Но знаете что? Я не назвал бы эту новость грустной. Потому что наконец-то свершилось то, чего, я думаю, вы все ждали. И я, на самом деле, в глубине души тоже ждал. Вот есть же штука – будьте аккуратнее с желаниями. Да, вот все дела. И я тоже в последнее время уже сижу такой, блин, как-то все стабильно, хорошо, что-то приключений не хватает, хочется какой-то авантюры. На! Спасибо властям Арабских Эмиратов. И с чего начался канал? Моргенштерн. С чего? Первое видео. Меня выгнали с университета. Дело в том, что я никогда больше не смогу работать в офисе с 9 утра до 6 вечера. А все потому, что меня исключили из университета. А потом вы наблюдали, как этот пацан смог. И так было всю мою жизнь. Мой канал являлся неким сериалом, что ли, про мою жизнь, да? Реалити-шоу про жизнь пацана, который постоянно попадает в какое-то дерьмо и выбирается из него. И вот в последнее время все было слишком стабильно. Я понимаю, что вы теряли интерес к моей персоне, потому что смотрите на типа, ну, вроде у него все нормально. Да, в Дубае живет, в бриллиантах ходит, деньги зарабатывает, рекламы делает, там, бизнес, квартиры. Все хорошо у типа. Ну, какой интерес за таким наблюдать? Ну что ж, начинается новый сезон. Шоу Моргенштерну, дорогие друзья. Вы знаете мое призвание превращать дерьмо в своей жизни в конфеты и перформансы? Этим я и займусь прямо сейчас. Поэтому теперь про дальнейшие планы. Делаю визу в США. Да, буду пробовать себя там. Да, вы скажете, Алишер, а ты же вот только-только в интервью говорил, что там, ну, грязно, небезопасно, и вообще для жизни не рассматриваешь. Да, но я тогда жил в Дубае. Маленькая поправочка. Теперь я просто не знаю где. Но пишите в комментарии вариант. Я не знаю где еще. Поэтому просто занимаюсь сейчас документами, беру билет в один конец и у**ую в Америку. Поэтому новый сезон, господа, обещает быть очень интересным. Да, я хочу снова начать побольше снимать, рассказывать вам, показывать, что вообще происходит. Потому что сейчас это интересно. Что бы я снимал раньше? Ну, доброе утро. Позанимался, созвонился по работе. Все нормально. Я в Дубае. А что теперь? Да х** знает, что будет завтра. И я благодарен, на самом деле, за это. Я вам больше скажу, как бы грустно все это не звучало и, возможно, жалостливо, да, с моей стороны. Но когда мне сказали, что мне закрыт въезд в Дубай, где-то в глубине души я такой... Я тебя понял. Погнали. Я всю жизнь бегал от мировой популярности. Я всегда боялся быть всемирной звездой, потому что тогда я вообще нигде не смогу себя спокойно чувствовать. Но у меня нет другого выбора. Ага. Я рожден для этой х**ни. Я рожден. Я устал сопротивляться. Поэтому делаем визочку. А? И в путь. А вы понаблюдаете за этим. Смотрите, чудесно же. Чудесно. Я даже уже примерно прикинул, короче. Сейчас теперь будет обращение к Илону Маску. Дорогой Илон Маск, я сейчас собираюсь переехать в США, сделать себе там сумасшедшую карьеру, как у меня получалось это делать до в других странах, дать интервью Собчак и съебаться на другую планету. Если вы еще собираетесь колонизировать Марс, я бы принял участие. Разнесите по интернету, разнесите по всем телеграм-пабликам. Илон Маск, я хочу съебаться с планеты. Вторая главная новость. Я налаживаю отношения со всеми вокруг. И это просто пиздец. Началось с того, что вот меня вынуждено выкинуло в одиночество. Я же всегда, вы видели, то с пацанами жил, то с женой, то вот опять снова трэп-дом в Дубае. И вот я остаюсь совсем один и встречаюсь с собой. А я давно с собой не пиздел. И настолько, что ли, душевно, честно и искренне во всем себе самому признался в том, чего я хочу на самом деле, для чего я живу, что мне не нравится, что мне делать, чтобы мне нравилось все. И после того, как я вот наладил отношения с собой, вот так руки пожал, говорю, я понял, я понял, все, работаем, дальше будем ебать. Я решил наладить отношения со всеми людьми вокруг. Ну, с близкими людьми, важными мне людьми. На Рождество я ездил к своей семье, поговорил со всеми, наконец-то. Вы представляете, я с мамой за один разговор честный и по душам узнал больше, чем за всю жизнь, прожитую с ней вместе. Представляете? А я всегда боялся говорить с родителями открыто. С отчимом, с которым мы жили вместе 15 лет, но всегда прятали глаза и как-то друг друга ненавидели, что ли. Тоже сели поп***или, как мужики. Восхитительно. Со своим братом-бладшим тоже сели... Боже, я не знаю. Я наконец-то почувствовал, что у меня семья есть, что ли, наверное, вот впервые за 25 лет. Подарочки там подарила маме, сумочку с наличкой, отцу, отцу них... Как назвал его? Ролексы. Малому подарил айфончик новый. Чудеса. Праздник там приходит. Так, Марат, не сказать, что прям супер ладили всегда, но если бы не ты, вам не мужского бы ни хуйя не было. За это спасибо. Поэтому, как это мужикам мужику? Мужской подарок. Ну, ребят, не узнаете, да? Это какой-то... Так, 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 так. Ролекс. Ролекс? Ой, ой, ой. Блин. Что? Спасибо огромное. Я сэр. Надо посмотреть, как они на ручку сядут. Вот так, вот так, чисто. Ё-моё, мы на часах, на часах двигаемся. Ё-ё-ё-ё. Ролекс. Ну и мамочка, конечно. Мамочка. Так, Сантория. Новая сумочка. Чтобы носить в ней денюжки. Денюжки. Конечно. Он сэмбуром. И она сразу с наполнением. Что? Я... Что? С Новым годом. Это... Родила на свою голову, блин, рейтера. А вот сейчас пошёл дальше. Навадил отношения с собой, с семьёй. А теперь в ход идут друзья, бывшие друзья. Все, с кем у меня есть какой-то вопросик, вот я чё вам хочу объяснить. Если у вас есть незакрытый вопросик с человеком, то эта хуйня, она вот здесь. И она тяжёлая. Из-за этого голова тяжёлая. И чем дольше вопросик не решается, ты ходишь, и эта хуйня растёт, как опухоль. И ты под конец вот уже вот такой, что и со мной происходило. И теперь я все нерешённые вопросики решаю. И прикиньте, как я легко себя чувствую. Я прям сейчас взлететь готов. Вот как я себя чувствую. Так, в целом у меня по сценарию и по моим главным новостям всё. Я сейчас буду читать то, что вы задавали в Инстаграме. Да, в основном, конечно, такую хуйню ту вы спрашиваете, ребята. Вот, хуйня стоит, вы***л бы козу. Сколько сантиметров хуйня? Даня реально будет драться? Да, реально будет драться. Скоро первый бой. Мой мальчик. Фу, может, немножко неподобающий фон, но увидел сейчас афишу официальную Данька боя. Боже, у меня так сердце стучит. Я пи***ть волнуюсь. Я помню, когда Азиз дрался первый раз, я прям, мне было очень страшно. А сейчас дерётся Даня. Маленький мальчик мой. А вот сейчас говорю, это у меня прям... Фу. Я решил смотреть его бой в прямом эфире. Наши руки трястутся. Короче, мне кажется, это будет самый эмоциональный стрим. А если получится, я ещё бабки на него поставлю. Сердечко бы выдержало, боже, вот это кардио. Подписываемся на Twitch 16 февраля. Смотрим вместе первый бой Танька. А у меня ещё день рождения 17 февраля. Представляете? Это какой-то вообще ужас. Всё, до встречи в прямом эфире. Какая твоя самая большая ошибка в жизни? Каждая ошибка е**ть важная. Ошибки важные. Их нужно делать. Чувствуешь ли себя одиноким сейчас? Нет. Много я раньше пропагандировал отшельнический образ жизни и там типа одиночество топ, вот эта вся х**ня. Но люди, это настолько важная тема. И, боже, спасибо просто за то, что вот у меня такая жизнь, что у меня, по сути, в каждом уголке мира найдутся свои. Спасибо. Тут за камерой человечек тоже есть. Что, как-то привет передашь? Мы на Бали. Одиночество очень важная тема, но да. Короче, баланс. Конечно, ну вот этот вечный баланс во всём. Ну а это да, со временем. Чё с Арутом и Бугатти Мьюзик? Так, господа, по поводу Бугатти Мьюзик. С чего бы начать? Ну, давайте с того, что мы реально всё. Это не просто реклама. Да, мы по рекламе поразгоняли, я там типа ребят пох**цосил за то, что они 1xbet рекламируют. Ну, по классике. Но мы реально расходимся. Наши с Арутом пути расходятся. Сейчас уже даже по странам. Он в Дубае, я х**ть знаю. У него свои проекты, свои дела. У меня немножко другие планы и свой вектор движения. Нам просто не по пути дальше. Поэтому сейчас ведём переговоры о продаже доли. Арут продаёт долю и выходит из лейбла. А что с ним будет дальше, я пока не знаю. Мне очень нравится команда, которую мы собрали. Я работал с многими лейблами, но большой всем огромный респект каждому с Бугатти. И команду такую терять не хочется. Поэтому, что будет с лейблом конкретно, я пока не могу вам дать ответ. Может, это будет какой-то ребрендинг, может, что. Но как лейбл мы продолжаем работать. С Арутом мы расходимся. Было классно. Бугатти Мьюзик – это лейбл, который двигался красивее всех последние пару лет. Ну а кто ещё делал такие х**ку темы? Ну кто? Фитки Зару и Арут. С рекламой 1Х Бет. Кто, х**ть сделал? Рич Закит кроссовки палёный с**ть сделал. Кто? Чёрный русский. Вот это всё. Ну кто? Ну, ребята. Ты счастлив? Да. Планируешь ещё писать рэп? Я пишу. Я пишу, я экспериментирую. Что-то скоро доуслышите. Hello. Сейчас будем записывать наших официанток. А ты похож на какого-то легендарного продюсера? Когда ты умрёшь… Ты похож. You may be first, ok? Главное, чтобы музыка эта весела была. И на розовую принесли. И записали нам просто эдлифчики. Дам лёгкий намёк, да. Я хочу немножко вернуться к истокам. Чуть-чуть. Всё. Хватит про новые песни. Не надо их от меня требовать. Когда родятся, тогда родятся. Песни, как дети, должны рождаться в любви. В любви и кайфе. Из чего у тебя сейчас состоит автопарк? Бентли? Всё. И то я сейчас… О, кто хочет Бентли купить? Легендарную мою тачку. Если что, выходите на меня, свяжитесь. В Дубае продаю. Блядь. Вот эту тачку я ебать обожал. Ну и обожаю сейчас. Вот я не знаю реальные, роскошнее купешки, чем Бентли Континенталь. Я не знаю. Я сидел во всём, катался во всём. Роллс-ройс купе, иди нахуй. Ещё ведь в Америке не покатаешься на ней. Она пиздец круто выглядит. И все её будут отслеживать. Будут знать, где я живу, приходить стрелять в меня. Хуй оно мне надо. Сейчас скутер куплю, наверное, здесь. Расскажи, как бороться с вредными привычками. Да хуй знает. Знаете, наверное, нужно с ними дружить. Вот так скажу. Тоже не воспринимайте за совет. Сейчас скажут опять, пропагандируют. Ну вы видите, наверное, как я тренируюсь сейчас. Вы видите формочку, да, на секундочку. Как я выгляжу сейчас. Я занимаюсь, я люблю спорт, но и могу позволить себе вина. Могу позволить себе сигаретку, да. Как бы не вижу в этом ничего страшного. Просто не уходить в крайность. То есть, если сильно уйти в бухло, очевидно, пиздец. Я это уже пробовал. Если сильно уйти в спорт, тоже пиздец. Я это не пробовал, но у меня есть примеры. Ты пробовал, да? Поэтому я где-то между сейчас. Я как бы и занимаюсь хорошенько, и расслабляюсь хорошенько. Вот тут я баланс свой тьфу-тьфу-тьфу нашел. Я даже с психологом попробовал позаниматься, прикиньте. Несколько сессий. И в итоге просто пришел к тому, что рассказываю ему, как у меня все пи***ло. Я просто звоню ему такой. Ну вот здесь так, а тут так. И в принципе, да, вот здесь вот это. Он такой, ну да, пиздец. Да, в целом, за*****. Спасибо за опыт, но я, наверное, дальше сам. Я пока справляюсь, блядь. Как тренируешься, тоже давайте отвечу, потому что реально много таких запросов приходит. Каждый день как-нибудь, вот. Один день в неделю отдыхаю. И стараюсь, чтобы мне было интересно и весело. Типа я сегодня проснулся и думаю, а че я сегодня хочу? На бокс на*****? Или силовые, блядь? Или вообще вдоль пляжа побегать? Или и то, и то? И просто делаю каждый день себе интересным. Я вам так скажу, быть умным очень тяжело. Дураки живут счастливо. Сейчас будем избавляться от мозгов. Я люблю, да, люблю побоксировать, люблю побегать вдоль моря. Вообще бегать полюбил, прикольная штука. За 10 секунд пацанам объяснить, почему бокс необходим. Итак, во-первых, мужские гормоны, тестостерон. Хочется е***** не только женщин, но и мир. Второе, уверенность в себе. Когда ты понимаешь, что можешь за себя постоять, жизнь меняется. Третье, забыл. А, третье, не боишься получать пиз*****? Не боишься ударов уже, да? В том числе и от жизни. А думаешь, как контратаковать? Ждешь. А-а-а. А-а-а. Давай, давай, жизнь, давай, судьба. Пиз***** не дай. А-а-а. Ну и бонусом еще тело красивое. Все, пиз***** на тренировке, молодежь. А-а-а. 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 Что начать делать? Были ли сильные депрессии и как с ними боролся? Наверное, были, но что такое депрессия? Это когда тебе очень грустно и х**ло. И ты лежишь в комнате у себя весь день молча и плачешь о том, какой ты жалкий и ничтожный. Было. И периодически бывает. И это иногда нужно, чтобы перезагружаться. Привет, что мотивирует тренироваться? Внешность. Вообще, знаете, вот к чему я пришел? К тому, что вся моя жизнь, качество моей жизни зависит от того, как я выгляжу. Если я просыпаюсь и вижу в зеркале е***** типа, все. У меня день пройдет, ах*****. Я по-любому захочу показать себя в интернетике. Я по-любому захочу, ну, как-то, в какой-то социальной жизни. В этом я себе признался. И такой, окей, если моя жизнь зависит от того, что я должен пиз***** выглядеть, я должен пиз***** выглядеть и начал этим заниматься. Поэтому мне не нужны какие-то мотивации. Я не через себя, не через силу. Я знаю, что я иду в зал, чтобы ох***** выглядеть. И все. И когда я бегаю каждый день там по 7-10 километров, я бегу и думаю, е*****, я ох***** буду выглядеть. По Уфе скучаешь? Да пиз***** скучаю. Подачи свои скучаю. Что мотивирует тебя жить? Вообще, что стало сейчас целью моей жизни? Вот это, наверное, интересно будет. Я перестал строить какие-то глобальные планы вообще. Ну, типа, я знаю, что я сейчас поеду в Америку и раз*****у там, да? Я просто это знаю, типа, окей. А именно цель – это сейчас, чтобы я вечером заснул легко и с улыбкой. И проснулся легко и с улыбкой. Все, у меня это единственная моя цель на жизнь. Мне больше ничего не надо. Все остального мне хватает. Если я засыпаю, пиз*****, и просыпаюсь, пиз*****, все. Значит, у меня все остальное прекрасно. Как бывает, расскажи, когда не пиз*****? Когда не пиз*****, но это когда ты лежишь, и опять же, вот все к нерешенным вопросам. Что делать здесь? Как решить вот это? А когда ты ложишься с пустой головой, типа… Да, тебе даже не о чем подумать, не о чем загнаться. А просыпаешься х*****? Просыпаешься х*****, наверное, когда вот с вином перебрал. Или на ночь наелся. Лучшая страна для жизни. Да. Дубай. За какое достижение в жизни гордишься больше всего? Тут я считаю, что, ну, не должно быть какое-то достижение, которым ты гордишься всегда. И оно каждый день должно хотя бы маленькое быть. Каждый день хотя бы одно маленькое достижение, которым ты гордишься, и этого достаточно. Сегодня я потренировался. Снял вот это видео. Очень вкусно поел. Еб***ь, я красавец. А день только начался, прикиньте. Вот я горжусь собой. Вообще, я пришел к тому, что в жизни нужно фармить самоуважение. Наверное, вот это и есть про любовь к себе, да? Просто это более так по-мужски звучит. Каждый день, короче, хотя бы одно маленькое достижение, которым можно гордиться, уже х*****. Сколько заработал с 1х? Я сейчас в самом х***** дорогом пентхаусе Бали сижу. Полторы тысячи долларов в сутки. Нормально. Заработал. Внукам хватит. Ты вот так вот просыпаешься в пентхаусе. Оп. Ох*****. Вот так, как Фредди Меркури спускаешь по лесенке. Нет, тут еще, конечно. Вечериночка легкая была после нашего свидания. Доброе утро, Бали. Let's go. Фит с подписчиком в Дубае. Let's go. Let's go. Бро, без вопросов, красавец топи дальше. Вот вам пример отличного вопроса. Когда-нибудь плакал взахлеб во взрослой жизни? Если да, то из-за чего? Если не секрет. Господа, делаю это очень часто. Обожаю реветь, как сука последняя. Обожаю просто. Я не вспомню уже из-за чего. Иногда из-за жалости к себе. Насколько я отвратительный, ничтожен. Такое тоже у меня бывает. Я же человек все-таки, правильно? Иногда наоборот от счастья. Насколько все прекрасно аж реву. История о том, как я плакал. Вот прям на днях, буквально. Еду я по острову вот так, на байке. На тренировочку. И слушаю в очках музыку. Они как наушники работают. Представляете технологию. И вот еду я на байке по острову. Солнышко светит мне в лицо. Я музыку еще слушаю. И я заплакал. Я трезвый был, если что. И это было восхитительно. Надеюсь, буду плакать почаще. Я люблю поплакать. Вообще проявлять эмоции, это супер важное. Проявлять эмоции, говорить то, что хочешь. Надеюсь, однажды вы попробуете эту хуйню. Вы удивитесь. Друзья, вы удивитесь. О, это не хуйня себе. А я, прикинь, как раз заплакал опять от музыки. И тут еще люди разобьлись. Вот это контентик. Не устал ни хуйня не делать? Ебать, ребят, вы че хуйня что ли? Не, ну в целом, в целом. Со стороны, если так кажется, это же прекрасно. Я тоже не сказал бы, что я ебал, работаю на износ или как-то выхожу из зоны комфорта, превозмогаю себя. Вот это вот все мышление миллионера. Никогда в жизни не работал, не ебал, ничего-то не делал против своей воли, против себя. Вот так вот выстроил, что нашел любимое дело, им занимаюсь. Оно мне приносит бонусы всякие и плюхи. Ну, спасибо. Ну, это ж... Просто недавно сидел вообще, думал о том, что смотрел бэкстейдж 1xbet, как мы это все снимали, и думал, а боже, за что же, за что мне дарована такая жизнь? Я просто веселюсь, записываю веселые песенки. Ну, то, о чем с детства мечтал. Меня смотрят миллионы людей. Мы делаем клипы уровня выше, чем кинематограф. И нам за это еще платят, б***ь. И я просто думаю, а за что? Не знаю, даже не могу себе на этот вопрос ответить. За что, за что, за что? Наверное, за то, что дело свое любил и жизнь любил. Да. И оно вот мне теперь плоды возвращает. Мотивация или дисциплина? Кайф, наверное. Задумывался ли я о детях? В плане каком, типа, завести? Я вижу себя ох***шим дедом. Таким сухим, подкачанным дедом. С длинными седыми волосами. Татуированный, понимал? С трубкой. В татухах сидящий такой. Вокруг внуки бегают. Вижу просто себя головой огромного семейства. Потому что у нас это всегда было так. Вот у нас постоянно на даче в Уфе. Каждые выходные собиралась вся семья. А у нас она человек прям 15, наверное, 20. И во голове всегда сидел дед с бабкой. И всегда по стакану бам-бам-бам. И какой-то тост за семью говорил. У меня будет точно так же. Но всему свое время. Всему свое время. Сейчас пока у меня вот эта безумная энергия и шило в жопе. Пока мне 25. Я должен построить свое королевство. Просто почувствовать себя уверенно. По моим наблюдениям за моими более старшими друзьями уже к 30+. Вот эта вся безумная энергия немножко сходит на нет. Хочется уже стабильной оседлой жизни. И вот к тому времени, годам к 30, я как раз сейчас подготовлюсь. И войду уже королем. С огромной империей. Всему свое время. Так сказать. Сейчас упор на карьеру. Потом упор на семью. Расскажи свое отношение к Богу. Интересный вопрос на Бали. Сейчас налью бокал вина. На секундочку, крови его, правильно? В Бога верю. Но не в какого-то там определенного. То есть не приверженец какой-то религии. Но верю, что есть великий сценарист, который пишет такие еб**ые сценарии. Да. И за все очень ему благодарен. За все, что происходит в жизни, хорошее и плохое, прям все принимаю с кайфом. Иногда, конечно, не сразу это получается сделать. Иногда очень больно, плохо, злюсь. Но потом проходит время, и ты понимаешь, вот это тоже для чего-то надо. Главное понять для чего. Бога верю, благодарен, люблю, отдаю. Мы с ним в партнерских отношениях. Да, я как-то раз в книге прочитал, что Бога надо брать в партнеры, дать ему 10%, ему хватит. Я такой, гениальный, сука. Мы теперь так и двигаемся. Как прийти к анализу себя самого? Что это вот за х**а вообще? А как мне вот сделать то? Раз ты спрашиваешь об этом, значит, ты, ну, понимаешь, что это можно сделать. И, ну, да делай. Вы как будто, суки, просто ищите толчок, что, ой, да просто надо встать, пойти. Просто идите, делайте. Тоже полезное наблюдение. Больше делать нужно. Мысли убивают. Это полезно. Это, да, в меру. Иногда поделать, посидеть, поговорить с собой. Но если постоянно только сидеть и думать, и размышлять, ну, все, это не жизнь ведь. Просто хоть что-то делать. Просто из дома выйти с новым человеком познакомиться. У меня какой план вот на Америку, да, чтобы вы понимали? Я просто буду каждый день выходить из дома. Куда-то идти и с кем-то говорить. Все. И я знаю, что таким способом я рано или поздно окажусь на студии с Дрейком. Все, я знаю. Скриньте, нах**, увидите потом. Поэтому просто нужно что-то делать. Знакомиться, общаться с людьми. Все. Вам жизнь сама начнет подкидывать возможности. И какие-то темки. Схемки. Что там в плане любви? Да х** я ее. А вот прям здесь. Вот столько. Аж не помещается. Хочется отдавать. Что стало с трэп-домом в Дубае? Все. Он кончился. Последнюю неделю доживает этот дом. Все. Он уже пустой весь. Сейчас, может, фотки вставлю вот здесь. Эпоха закончена? Сезон закончен. Глава закрыта. А? Новый сезон. Моргенштерн в Америке. Что же это будет, а? Что же это будет? В Россию пускают или пока хз? Пока хз. Какой размер ног? О. Давайте закроем раз и навсегда этот вопрос. 46. И у меня рост 187. Мне почему-то все думают, что я маленький. И когда я в***юсь, какой я накаченный, еще все думают, да, он по-любому маленький качок. О. Он огромный. О, вот такой. Понимаете? И при этом еще качок. Ну, тут для сравнения, конечно, формочка не... Ну, блин. Так что да, я высокий, с огромной ногой и накаченный пи*** мужчина. Закрыли раз и навсегда этот вопрос. Еще женишься или нет? Да. Как ни, а когда не женились? В чем твоя слабость? О, охуенный вопрос. Я, короче, зависимый человек. И мне все время надо что-то как-то. Мне очень сложно расслабиться, просто вот так сесть и не ху** делать. Мне очень сложно. Мне постоянно вот надо что-то покурить, поесть, попить, попить, поработать, покачаться, походить, написать. Вот я не могу находиться в состоянии спокойствия. Да, иногда получается, я в эти моменты ловлю и думаю, боже, вот оно. А потом думаю, да, надо сигарету сейчас покурить. Да, 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 надо сейчас вообще вот сигу, и будет вообще отлично. А сейчас еще колочек. Да, колочек. А после колы так курить классно. А потом вина и поеду. Да, в ри***. В этом моя слабость. Я очень зависимый человек, благо я хоть научился какой-то сейчас, как это, ну, дозированное это дело. Ну, я не знаю, взять год назад или когда выходила вписка, когда я в Дубае по бутылке виски в день вых**ал. Это, ну, но никуда это не пропало. Ну вот назвал бы я это слабостью, не знаю. Мне это жить не мешает. На здоровье не влияет. На качество жизни не влияет. И это мне не мешает. Возможно, потому что я молодой. Вот. Так что пока эту проблему я никак не решаю. Надо сдать анализы. А у тебя есть здесь, где сдать? А, да? О, давай я съездил бы прям. Не дай бог вот с таким образом жизни у меня покажет все идеально. Я просто, я с ума сойду. Я, да. Хотя я даже не удивлюсь. Все, давайте, делайте ставки в комментариях. Что там? На 1XB. Как бороться с депрессухой? Бро, надо понять, из-за чего она. И типа себе признаться честно. И пойти это решить. Все. Звучит еб***ь легко. Да, легко. Ну, правда легко, я не понимаю, почему. Просто бывают моменты, когда нужно пострадать и погрустить. Вот. Умейте их отличать. Если вам нужно погрустить, у вас произошло какое-то горе в жизни, да? На которое вы влиять не можете. Вот, опять же, важно. На что можете влиять, на что нет. Если произошло то, на что вы не имеете влияния, дайте себе погрустить, дайте себе пострадать. Проживите эту боль, станет легче. А если вы можете это изменить, да х** вы тогда страдаете, б***ь. Кто для тебя самый дорогой и важный человек в жизни? Других ответов быть не может. Я. Пока не влюбишься в себя, по-настоящему не сможешь любить никого вокруг. Я переосмыслил отношения, когда вот это понял. Сейчас тоже поделюсь с вами. Раньше для меня отношения были спасением. Типа, я чувствовал себя неполноценным, мне было плохо. И в отношениях я чувствовал, вот, все, теперь мне за***ь. Но если, не дай бог, этот человек сейчас пропадет из моей жизни, мне п***а. А теперь я смотрю на отношения так. Мне одному ох**ен, тебе одной ох**ен. А вдвоем нам еще круче. Так давай вместе. Вот. И вот это, походу, и есть те самые здоровые отношения. Поэтому, да, самый важный человек в жизни, вот он сидит перед вами. Рассказывает что-то вашему самому важному человеку в жизни. А, как завернул. Как думаешь, какая была бы твоя судьба, если бы не стал известен? Дебильный вопрос. Я в любом случае бы стал известен, я это знал с рождения. И из этого все можно развить вот эти вот, типа, как найти себя, как найти свое призвание, свое дело. Я с детства знал, что я буду шоумен. Я собирал вокруг родственников, давал им представления, они все кайфовали. Сейчас, п***, не поменялось. Я так же собираю всех вокруг, даю представления, просто аудитории чуть больше стало. Подумайте, что вы из детства про себя знаете. Чего вы хотели с детства. Если такого нет, не знаю, тогда суицид. А если такого нет, просто пробовать. Пробовать все подряд. Вообще. Сломя голову, во все кидаться, прыгать. Всегда говорить да. Давайте, с вашего позволения, чуть мясо въедем. Давай совет по питанию дам молодым. Хотите с чего-то начать, банально уберите сладкое, все сладкое. Всю выпечку, то есть все хлебное. Газировки все и соки. Соки тоже важны. И соусы, вот эти п***, их тоже всех. И вот убрав всего вот эти четыре штуки из жизни, вы уже, ну, удивитесь. Не хочу говорить, ахуеете, ахуеете вы, когда нормально начнете питаться, правильно уже прям. Но вы удивитесь. А по поводу питания, очень много белка, поменьше углеводов в первой половине дня и только хорошие. Ну, типа, гречка, макароны твердых сортов, там, булгурки, нуа, вот эти вот крупы. Да, и очень много овощей. Вот это очень важно. С каждым приемом пищи прям тарелку овощей. Можно даже в первую очередь. Вы тогда будете забивать желудок, наедаться и меньше будете съедать. Тоже лайфхак. И перед сном, да, не хавать хотя бы часика за три, наверное, да? Три. Отлично. Вообще, изменится жизнь на хуй. Такой хороший, но про хуй хотелось бы узнать. Скоро узнаете. Испытываешь ли душевное разочарование в себе за рекламу ставок? Если продаваться, продаваться красиво. Запомните раз и навсегда. Это не обычный бык. Это, кажется, это 1x бык. Че самое дорогое покупал в жизни, но это по-прежнему мой дом в Москве. Фу, и очень дорогой оказался дом в Москве. Мистер Новый Моргенштерн, скажите, а женщины умеют любить? Интересный вопрос. Хочется верить, что да. Музыка. Это дело всей жизни? Я думаю, все-таки дело моей жизни это шоу. Я люблю заставлять людей оху**ать. Вот когда люди в оху**, я этим питаюсь. Мне нужно, чтобы люди оху**али и чтобы женщины меня хотели. Все, мне больше ничего не надо. В принципе, как и в детстве, чтобы толпы качались, а девочки хотели. Все, мне больше ничего не надо. Все-таки реклама и шоу это мое главное искусство. Как же я это обожаю? Когда есть задача что-то продать, как это сделать красиво? О, боже, как я обожаю это. Вот я желаю вам тоже каждому найти дело в жизни, от которого вы будете прямо так, типа, ой, б***ь, сейчас мы это сделаем. Есть ли смысл чего-то добиваться, если все равно умрешь? Хороший вопрос. Смысла нет, но просто так прожить будет веселей. Смысла в целом вообще, наверное, ну нет. Ну в этом и прекрасие вообще жизни. То, что смысла в ней нет. Можешь вообще чудить что угодно. Проснуться другим человеком, придумать себе другую роль, пойти ее играть. Вообще, что угодно можно творить здесь, на этой планете. Не нарушая свободы других. Правильно? Правильно. Лучше уж, типа, умирать с осознанием, что ты натворил много всякого, чем всю жизнь думал. А есть ли смысл творить? Поэтому начинайте прямо сейчас. О, какой мотивационный ролик получился. Меня с Дубая выгнали. Ну что, ребят, рад с вами встречать этот великолепный закат. Давайте вместе возьмемся за руки. Поблагодарим нашего создателя за эту красоту. За то, что он сегодня разрешил нам находиться здесь и это видеть. Ну вот, на Бали неделю. Уже так базарю. Мне было очень приятно с вами поговорить, рассказать про свою жизнь. Давно такого не было. Теперь буду чаще. Потому что есть о чем рассказать. Всех поздравляю с новым сезоном. Реалити-шоу про Моргенштерна. Что будет дальше? Да ху**а знает. Но это же и прекрасно. Шош. Будем теперь выбираться из этого дерьма. Подписываемся, ебаный в рот. Да? Давай, давай. Ай, красиво как тут, а? Ну пиздец. Ну просто. Ой-ой-ой. Лайк, подписка, колокольчик. Ради бога. Спасибо. Спасибо. Спасибо.